Всем привет! С вами Валерия из Валенсия. Сегодня я поставила на первый план прекрасный цветок Нарцисс, чтобы вас порадовать. Я очень люблю снимать видео про мои растения. Я абсолютно творческий человек. Естественно, я впитываю и восхищаюсь все цвета природы. Я очень люблю желтый цвет, очень люблю оранжевый цвет, цвет апельсинчиков, очень люблю красный цвет. И все это присутствует в моих абстракциях, в моих картинах. Сегодня у меня домашнее видео, очень спокойное. Сегодня у нас солнечный день, январский день. И я очень рада, я очень хочу поделиться с вами этой красотой. И хочу пожелать вам прекрасных выходных, прекрасного начала следующего месяца, февраля. Приходите на мой канал, я здесь всегда снимаю видео о цветах, о красках. О моем творчестве и, конечно же, о невероятной, прекрасной и просто восхитительной природе, которую мне повезло, как говорится, увидеть своими собственными глазами. И, конечно же, живя здесь почти уже 4 года, в Валентинской солнечной области, я хочу передать эту красоту людям, миру и передать красоту своих картин, в частности. Ну и поднять, конечно же, поднять настроение и придать, как говорится, силу, чтобы идти дальше, чтобы жить, чтобы продолжать и не падать духом. Потому что я тоже, как говорится, проходила через разные этапы. И, естественно, я прошла разные чувства. Я не всегда так радостно, как говорится, жила. Точнее, совсем не радостно я жила, потому что всякие были события в моей жизни. Но я решила, что я могу чем-то помочь своими видео тем людям, которые нуждаются в, как говорится, в дозе оптимизма, в дозе красоты, цвета и искусства, и творчества. В частности, на моем канале все и рассчитано именно на это, чтобы показывать красоту, восхищать природой и, конечно же, радовать вас новыми местами, которые я сама для себя открываю. Я бываю в Валенсии, я туда езжу по делам, в обязательном порядке. Но я вижу красоту и вокруг себя в деревне, в которой я живу. Потому что это уникальное место, которое я рассмотрела не сразу, а с течением времени, открыло мне очень много чудес. Почему? Потому что это та местность, где растут фрукты, где растет хурма, где растут прекрасные апельсинчики, мандарины, лимоны, персики. Ну, я думаю, что я назвала практически все фруктовые деревья, которые здесь есть у нас в Валенсианской области. И я хочу показывать эту красоту. Я хочу открывать это миру. И мне очень нравится сама идея, сама идея того, что я каким-то образом причастна по воле судьбы, я причастна к этому чудесному миру, к миру фруктов, к миру солнца. И то, что я стала замечать вокруг себя. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что я, как говорится, очень много уделяла времени, чтобы молиться Николаю Годнику, моему любимому святому. И он дал мне путь. Он дал мне путь в творчество и дает мне новый путь, вот, я думаю, во всем, во всем, что я делаю. И мне это очень нравится, и я хочу этим делиться. Вот, что я еще хотела сегодня сказать. В принципе, я сказала все. Свои цветы я уже показала. Закончу, завершу это видео, потому что у меня несколько видео о моих цветах. Вот этим растением прекрасным, красненьким, вот с такими красненькими цветочками. Да, это как бы цветочки, но очень необычные, похожи на колоски, на косички, да. Вот, и этот цветок тоже пополнил коллекцию моих тропических цветов, потому что я прямо любительница, меня тянет на тропические фрукты, на тропические растения. Очень это люблю. Хотя я скажу честно, что в детстве я жила в деревне, и у меня была возможность вместе с бабушкой ходить в лес. Иногда я ходила, конечно, в лес тоже одна. Мы жили близ речки. Вот, и я вспоминаю то время, когда в лесу у меня была возможность походить, погулять около сосен. Это время вспоминаю с большой теплотой и любовью, очень скучаю по лесу. Здесь, в Валентинской области, нет леса. Там, точнее, есть парки, и они похожи на лес, но это не лес. Вот, и мне очень не хватает, конечно. Поэтому я окружила себя растениями. Вот, дабы как-то восполнить эту нехватку, я окружила себя растениями. Вот, и снимаю про них видео, очень стараюсь. Надеюсь, вам понравятся мои импровизированные, домашние, абсолютно такие неподдельные видео, потому что я не пишу себе никакой план, что я должна сказать. Я импровизирую прямо перед вами и показываю вам красоту и цвета вот своего маленького садика здесь, на моей кухне. Вот, вы видите, что это на кухне. Тут у меня стоит чашечка, будильник. Ну, все как у обычных людей. Вот, ничего экзотического, кроме моих, конечно, растений. Все остальное обычное. Все, с вами была Валерия из Валенсии. Мне очень приятно, что вы зашли на мой канал. Большое спасибо всем, кто смотрит мое видео. Я очень стараюсь, правда. И надеюсь, что вам нравится то, что я вам показываю. Вот, и надеюсь, вас это удивляет и поднимает вам настроение. Всем пока-пока. Большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok